МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава Ленинского района Валерий Венцель побывал в индустриальном парке Андреевская. У нас есть действующие индустриальные парки. Там уже полностью сформированы участки. Готовы вам предложить. Долгожданный ремонт дороги в деревне Спасское. Того состояния, в котором она находится сейчас, мы все ждали и очень благодарны. В Видновской школе номер 2 прошел урок мужества. Какое самое сложное задание было в Маконистане? Рабочие поездки главы Ленинского района Валерия Венцеля по территории муниципалитета продолжаются. В этот раз в зоне внимания властей оказался индустриальный парк Андреевская, расположенный в Молоковском сельском поселении. Данный промышленный кластер существует уже 4 года и объединяет в основном представителей малого бизнеса. А виды их деятельности совершенно разные. Мебельное производство, производство автомобильных запчастей, склады в аренду, дорожники у нас, коммунальные службы, бетоносмесительные узлы, инертные материалы. Сейчас порядка 20 резидентов работают здесь на постоянной основе. И к одному из них Валерий Венцель направился в гости. Ярославский завод по производству тормозных колодок открыл в индустриальном парке логистический центр. С точки зрения, вся Россия, Нижняя Церковь. Центральные коммуникации, асфальтированные дороги, формат технопарка позволяет компании не тратить время на освоение участка, а сразу приступить к работе. И значит, будут расти налоговые поступления в казну поселения и района. Все бизнес-сообщества, которые там, в том числе, и на прием населения приходят, мы наоборгиваем. Ребята, вот у нас есть действующие индустриальные парки. Пожалуйста, там уже полностью сформированы, и участки готовы вам предложить. По мнению главы Ленинского района, будущее именно за технопарками. И в планах властей увеличить их количество. Жители деревни Спасская больше 30 лет ждали ремонта дороги. Весной и осенью тут периодически заделывали ямы. Но этих мер явно было недостаточно. Как и в случае с дорогой в деревне Опаренки, ведущей в промзону. Но по просьбам жителей, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Подробности в нашем следующем сюжете. В конце 19 века в деревне Спасская проживало всего около 200 человек. С тех пор населенный пункт сильно разросся. И сейчас, по данным местного староста, в деревне порядка полутора тысяч жителей. Ремонта единственной дороги в деревне они ждали более 30 лет. Дорога, можно сказать, весной была вся разбита. Невозможно было ездить. Мы на машине ездили. Это просто была катастрофа. Машины разбивались. После того, как взялись, видновское начальство за нас и стали делать дорогу, конечно, у нас улучшилось. В конце прошлого года здесь заменили 2500 квадратных метров дорожного полотна. А также установили лежачие полицейские. Из бюджета было потрачено более двух миллионов рублей. Была создана дорожная карта, которая на этот год расписана по датам с ответственными лицами. Не все туда, конечно, вошло, что нас беспокоит. Но самая большая проблема для деревни это не только дорога. Ее надо делать и расширять. Был, конечно, депутатам огромное спасибо от жителей. Были экстренно выделены в августе деньги. Два и три миллиона. Они были освоены. Да, действительно, положили два полицейских. Местные жители надеются, что в ближайшее время к ним все же пустят общественный транспорт, а также оборудуют пешеходные зоны вдоль автодороги и доделают освещение. В администрации заверяют, выполненные работы только начало. Планируется здесь доделать дорогу, досветить и сделать пешеходные дорожки для безопасности жителей. Поставить все знаки, чтобы здесь было запрещено больше грузом ездить. зеркало повесить. Тут очень поворот по 90 градусов. И практически водители не видят, куда ехать. Дорога в деревне Опаренке, соединяющая Каширское шоссе с северной промзоной, тоже давно нуждалась в реконструкции. Долгие годы здесь было просто отсыпное покрытие, которое со временем пришло в негодность. И вот в конце прошлого года дорогу полностью отремонтировали. Дорога была, конечно, в очень плохом, плачевном состоянии. Насколько можно, мы ее поддерживали. Но того состояния, в котором она находится сейчас, конечно, мы все ждали и очень благодарны. Очень надеюсь, что это первый шаг к очень важному делу для людей, чтобы сюда пришел общественный транспорт. Были заасфальтированы два участка общей протяженностью почти 3 километра. Ремонт производился за счет средств бюджета города и обошелся в сумму более 12 миллионов рублей. Сейчас гарантия у нас 3 года. Если что-то не так, то будем восстанавливать за счет подрядчика. Но вот я лично сам ездил глубоко осенью сюда, постоянно контролируя здесь и вывоз мусора, и тут в СНТ ездил, дорога сделана очень хорошо и очень прилично. В ближайших планах администрации организовать в лесу, через который, к слову, ходят на работу многие рабочие промзоны, пешеходные и велодорожки, а также освещение и парковую зону для отдыха. Екатерина Борисова, Владимир Пижонов, Ольга Садовская, ВИДН-ТВ. На территории Ленинского района Госадомтехнадзор ежедневно выполняет плановые работы. От жителей поступает много жалоб. За два с половиной месяца зимы более трехсот обращений было связано с уборкой снега. Поэтому инспекторы провели специальный рейд, а начали они свой объезд с микрорайона «Зеленые аллеи». Кучи снега, которые сзади меня, которые вывозятся тоже с микрорайона и выбрасываются тоже на «Зеленые аллеи» и прямо в пруд. Они будут таять, и это вся химия, которая посыпается всем. Мы сами это все прекрасно понимаем. Это наша экология, это тоже нарушение. За это тоже будут примиты меры административного воздействия. Многие управляющие компании не соблюдают закон о благоустройстве в Московской области, который гласит, что вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, больниц и других социально значимых объектов должен осуществляться в течение суток, с улиц и проездов в течение трех, а с остальных территорий не позднее пяти. В районе существует у нас четыре временных места складирования снега, куда обязаны управляющие компании и все коммерческие структуры, которые вывозят снег от своих предприятий, должны вывозить именно туда, которое определено постановлением главы Ленинского района и за которое есть ответственная у нас организация в районе Дорсервис, которая за это отвечает. Задача у Госадомтехнадзора непростая. За один день объехать весь Ленинский район и нанести визит в каждый двор, к сожалению, невозможно. Но, несмотря на свою загруженность, инспекторы внимательно выслушивают каждого обратившегося к ним жителя. Ротуар почему-то очищают, а вот где проезжая часть, наоборот, спихивают сюда. И вот очень много соли. То есть вот это непонятно, что потом будет. А потом бывает трактором же проезжают и портят асфальт. А летом, весной какой потом асфальт? Как бабушки, дедушки ходят? В итоге рейда Госадомтехнадзор предупредил управляющей компании, что если выявленные нарушения не будут устранены в срок, то им придется применить административные санкции в размере от 15 до 50 тысяч рублей. А успеют ли работники после обильного снегопада справиться с двойной работой, покажет время. К снежной теме мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Состоялось первое заседание молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского района. На нем присутствовали 14 из 15 членов парламента, председатель районного совета депутатов Станислав Радченко и глава муниципалитета Валерий Венцель. В начале заседания Валерий Николаевич обратился к молодым коллегам, отметив, что сформирована ячейка молодежного общества, в которую вошли самые достойные и активные. Теперь, как выразился глава, каждому предстоит примерить на себя одежку депутата. Ведь члены молодежного парламента будут решать важные вопросы, встречаться с жителями, проводить заседания и профильные комиссии. Надеюсь, что у нас будет конструктивное сотрудничество. Мы готовы открыто обсуждать любые вопросы. Мы готовы вас приглашать на любые площадки. Но единственное, что я прошу, это быть организованными и конструктивными. Но в то же время инициативными. Далее перешли к повестке дня, основным вопросом которой было избрание председателя молодежного парламента. Станислав Радченко на правах старшего товарища предложил кандидатуру Ольги Аносовой, имеющей большой опыт в данной работе. Я была у нас депутатом 6-го созыва Ленинского муниципального района. Человек ответственный, целеустремленный, активный, молодой. Члены молодежного парламента единогласно проголосовали за кандидатуру Ольги Аносовой. После чего избранный председатель продолжила вести заседание, на котором был утвержден регламент молодежного парламента. Состав и руководители профильных комиссий также был создан Совет молодежного парламента. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В этом году отмечается 30-летие вывода советских войск с территории Афганистана. В связи с этой круглой датой в Ленинском районе регулярно проводятся уроки мужества для учащихся средних школ. Как прошла встреча с воином-афганцем в Видновской школе номер 2, расскажем далее. Полковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации был неоднократно удостоен высоких правительственных наград. Сотни спасенных жизней солдат и офицеров тоже его заслуга. Подразделение под его командованием выявляло и ликвидировало замаскированные скопления вооруженных маджахедов на Афганской войне. Мы получали через агентурный аппарат сведения о нахождении бандформирования. Бандформирование складов и так далее. Дальше вступали в взаимодействие. Ну, это постоянно было взаимодействие с нашей советской армией. И организовывали туда рейды, чтобы по уничтожению вот этих объектов. Несмотря на достаточно обширную аудиторию, урок мужества в видовской школе номер 2 проходил не в форме лекции, а скорее как беседа. Ребята напрямую спрашивали то, что больше всего интересует именно их в этой довольно непростой теме. Какое самое сложное задание было в Афганистане? Ну, как сложное задание было одно. Время неприятия для уничтожения. В современном обществе сейчас двоякое отношение к авгадской войне. Некоторые сомневаются в ее целесообразности. Кто-то даже называет ошибкой. Валерий Федорович на эту тему не говорит вообще. Военные приказов не обсуждают, однако утверждают, что войной в классическом понимании этого слова те события назвать нельзя. Война это когда две армии, танки, пехота идет и прочее. А здесь по существу была борьба против партизанского движения. Он днем с кедменем, а вечером с автоматом. Воюют там сейчас американцы, говорит Валерий Федорович. А мы помогали законному правительству и прежде всего созидали. Мы строили объекты. Там более 300 объектов мы там строили. Потом поднимали медицину, образование, геология разведка велась. Там богатейшая страна Афганистан. Ветеранов Афганистана в Ленинском районе сотни, и никто из них не забыт. А в субботу 16 февраля все, кто помнит Афганистан, соберутся в 11 часов на Аллее Славы. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 14 февраля во всем мире отмечается День Святого Валентина. В России многие считают его чуждым нашим традициям. Тем не менее, нельзя не признать, что этот день еще одна возможность выразить свою любовь к родным и близким. А также проявить творческие способности с помощью клея, ножниц и бумаги. Как это сделали ученики третьего класса про гимназии на мастер-классе, который прошел в Центральной районной библиотеке. Подробнее расскажет Максим Козлов. Нет более простого и в то же время более творческого способа оказать знак внимания близкому человеку в День всех влюбленных, чем Валентинка. Но это был лишь повод для проведения мастер-класса в районной библиотеке. Главное – развитие творческого потенциала, ребят. Это все-таки развивает детей. Во-первых, моторику развивает, да? Ну и вообще мы больше узнаем. Потому что то, что мы проходим на уроки, это, конечно, мало. Надо вживую попробовать. Это, конечно, хорошо. Нам это надо. Для творческого занятия все необходимое было подготовлено заранее. Но, как известно, одних материалов и умений мало. Казалось бы, все просто. Берем ножницы, цветную бумагу, клей, вырезаем, наклеиваем цветные камушки. И получается примерно вот такая красота. Но на самом деле все не так просто. Ведь в этом творчестве, главное, любовь и вдохновение. Без них ничего не получится. Судя по всему, и вдохновение, и творческого подхода у ребят с избытком. Каждый привносит в работу свой смысл, свою концепцию. Форма будет нестандартная. Потому что тоже праздник не наш, поэтому хочется тоже что-то по-российски сделать, так скажем. Я хотела сделать образ мамы и папы. Ну, а сложности какие-то возникали в работе? Ну, немножко, да. Какого рода? Например, отлеплять вот эти вот штучки, вот эти кружочки. По привычке за работой соседа, конечно, подглядываешь. Но все же у каждого получается что-то свое, совершенно уникальное. Детям очень нравится что-то мастерить своими руками. Тем более, когда ты, не просто вот тебе сказали, вот это наклей сюда, вот это помести сюда. А когда у тебя полет творческой фантазии, все, человек схватывает это. Вот посмотрите, у них совершенно разные открытки получились. Судьба у каждого скромного знака внимания в виде Валентинки также своя. И часто симпатия оказывается невзаимной. Поделись секретом, кому подаришь Валентинку? Тамаре. А кто у нас такая Тамара? Вот. В свою очередь спросим Тамару, а кому она подарит свою Валентинку? Я подарю сестре. Если честно, я буду говорить, дарить учительнице. Боровольский Веронике из нашего тоже класса. Маме. А почему же только и маме, почему не папе, например, тоже? Ну, не знаю, работа одна. В нашей стране ко Дню Святого Валентина отношение неоднозначное. В России есть свой праздник – День Петра и Февронии, который приурочен к Дню памяти святых. Покровительствующих семье и браку в православной традиции. Но в нашей стране церковь отделена от государства, а потому, кого, как и в какой день поздравлять, каждый волен решать сам. С Днем Святого Валентина! Подмосковье накрылось снегом. По словам синоптиков, за минувший день и ночь в Москве и области выпало порядка 7 сантиметров осадков, что составляет около трети от месячной нормы. Жители Ленинского района присылают к нам в редакцию кадров, снятые на мобильные телефоны. Надо признать, что снег сказочно преобразил улицы, но и создал немало проблем. В аэропорту Внуково задержали 14 рейсов. В Домодедове три рейса задержано, и еще 18 отменено. Хватало проблем и у тех, кто передвигается по земле. С утра повсюду образовались огромные пробки. Водителям только оставалось развлекать себя музыкой. Судя по парковкам, многие решили не искушать судьбу и не пользоваться автомобилем. О чем в этот день попросил водителей в Твиттере ресурс «Московский транспорт». Снег стал одним из информационных поводов для публикации в социальных сетях. Одни призывали помогать друг другу добираться до работы, другие просто радовались сказочным снимком. К середине дня на основных трассах района были разбросаны реагенты, и начала работать уборочная техника. Ситуация на дорогах немного улучшилась. Наши мобильные репортеры отмечают, что если снег продолжит идти, ситуация может стать непредсказуемой. Но по прогнозам, к завтрашнему дню снег должен закончиться, и даже выглянет солнце. Днем минус два, ночью минус пять. Ветер переменных направлений два метра в секунду. На сегодня новостей больше нет. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин